Приговор именем Республики Казахстан. 13 мая 2024 год. Город Астана. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в составе председательствующей судей Кульбаевой с участием коллегии присяжных заседателей, секретаря судебного заседания Осеновой, с участием государственных обвинителей, старшего помощника прокурора города Астаны Аймагановой, прокурора управления прокуратурой города Астаны Нурбекова, потерпевшего Амангильды, представителей потерпевшего Умаровой, адвокатов Уразбахова, Ишмаметова, Вранчева, подсудимых Бишумбаева, Байжанова, защитников адвокатов Кусаиновой, Рамазановой, Газымжанова, Интакбаева, Секерова, защитников Нурлубековой, Кульдеевой, переводчика Мурсалим, судебного пристава Ибраева рассмотрел в открытом судебном заседании с применением ауди-видеофиксации уголовное дело, по которому Бишумбаев Куандак Валиханович, 11 апреля 1980 года рождения, уроженец Казлардинской области, проживающий в городе Астане, проспект Туран, дом 5-6, квартира 7, имеющий высшее образование, не состоящий в браке, работавший советником председателя ТО САПА «Логистик», содержащийся под стражей с 9 ноября 2023 года. Ранее судим приговором специализированного Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 14 марта 2018 года по части 4 статьи 366, части 3 статьи 28, пункта 2, части 4 статьи 189, по части 3 статьи 58 Уголовного кодекса 10 годам лишения свободы. Указом Президента Республики Казахстан о помиловании осужденных от 13 февраля 2019 года помилован срок наказания сокращен с 10 лет лишения свободы до 4 лет лишения свободы. Постановление Абайского районного суда города Шумкента 25 сентября 2019 года освобожден условно-досрочно на оставшийся неотбытый срок 1 год 3 месяца 13 дней. Предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1, части 2 статьи 110, пунктом 5, части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Байжанов Бахчан Амирханович, 8 августа 1990 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, проживающий в городе Астане, улица Анет-Баба, дом 11, квартира 21, имеющий высшее образование, состоящий в браке, работавший директором ТО «Изи Парк», содержащийся под стражей с 11 ноября 2023 года, ранее не судим. Предан суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения предусмотрена статья 432 Уголовного кодекса. Руководствуясь статьями 387, 390, 393, 395, 398, 400, 401, 655, 658, 661 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд приговорил Бишамбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 ч. 2 ст. 110, пунктом 5 ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса и назначить ему наказание. По пункту 1 ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса 7 лет лишения свободы. По пункту 5 ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса 20 лет лишения свободы. В соответствии с ч. 4 ст. 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишамбаеву 24 года лишения свободы. Признать в действиях Бишамбаева согласно пункту 2 ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса опасный рецидив преступления. Отбывание лишения свободы Бишамбаеву назначить в учреждении уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. Время содержания подстражи Бишамбаева с 9 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1 день. Байжанова Бахчана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 432 Уголовного кодекса и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Время содержания подстражи Байжанова с 11 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1,5 дня. Меру пресечения в отношении Бишамбаева-Байжанова в виде содержания подстражи до вступления приговора в законную силу оставить прежний. Срок отбывания наказания исчисляет со дня вступления приговора в законную силу взыскать с Бишамбаева в доход государства процессуальной издержки за производство судебных экспертиз в сумме 2 миллиона 306 тысяч 382 тенге. С Байжанова в сумме 3 тысячи 324 тенге. Взыскать с Бишамбаева фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 30-ти месячных расчетных показателей в сумме 103 тысячи 500 тенге. С Байжанова в размере 20-ти месячных расчетных показателей в сумме 69 тысяч тенге. Аресты наложены постановлением следственного суда 21 ноября 2023 года на имущество Бишамбаева в виде земельного участка по адресу город Алматы-Нарусбайский район МКР Каргалы улица Рауан 19, дрип 11. Недвижимое имущество по адресу Алматы-Бустандыгский район улица Альфа-Раби, дом 53, квартира 7. Недвижимое имущество по адресу город Алматы-Медовский район улица Назарубаева, дом 36, квартира 44. Недвижимое имущество по адресу город Алматы-Нарусбайский район МКР Каргалы улица Рауан, дом 19, дрип 11. Отменить. Вещественные доказательства. Автомашина марки Land Cruiser 200 белого цвета, госномер 686, находящуюся на коммунальной стоянке ДП города Астаны, возвратить по принадлежности осужденному Бишумбаеву или его близким родственникам. Жесткий диск с видеозаписью ресторана БАО, флеш-карту с аудиозаписью по поводу вызова в ресторан БАО, диск с видеозаписью с видеожетона выезда на место происшествия и задержания подозреваемого, видеорегистраторы 4 штуки, смс-переписку с Алмагомбетовой, смс-переписку с Мирбековой, диск с видеозаписями с камер наружного наблюдения в ЦКЗ Казахстан, скрин-переписки между Амангильдой и Нукеновой, между Ахмединой и Нукеновой, CD-диск с легализованными результатами НСД в отношении Бишумбаева, Байжанова, Нукеновой, DVD-R-диски с видеозаписью с пересечения улицы, сотовый телефон марки iPhone 13 Pro Max, принадлежащий Бишумбаеву, сотовый телефон марки iPhone 15 Pro, принадлежащий Нукеновой, серебристый ноутбук марки MacBook Pro, сотовый телефон Байжанова iPhone 13 Pro хранить в материалах дела, находящийся в камере хранения Департамента полиции города Астаны куртку черного цвета с логотипом Мурр хранить там же в течение всего срока хранения уголовного дела, находящийся в камере хранения Департамента полиции города Астаны мужской пиджак черного цвета, брюки черного цвета, туфли мужские, часы электронные, свитер мужской, мужские брюки, кожаный рюкзак, спортивную сумку, кроссовки синего цвета, сланцы, шорты, футболку возвратить по принадлежности Бишумбаеву или его близким родственникам. Трусы женские, смывы с веществом темно-бурого цвета, изъятые с помещения вип-зала, смыв на ватный тампон, окурки из пят сигарет, смывы с рук, с локтей Бишумбаева, ногтевые срезы с обеих рук Бишумбаева, смывы с обеих руки и ногтевых срезов потерпевшие Нукеновы, волосы, штатив металлический, рубашка женская темно-синего цвета, бюстгальтер и чулки черного цвета, куртку темно-синего цвета со вставками, бумажный конверт с лекарствами, аспирин, коробка из-под мази, бипантен, кетанол, входная дверь туалета синего цвета, образцы крови потерпевшей Нукеновой, содержимое, мазка с влагалища ротовой полости заднего прохода, образцы крови Бишумбаева, четыре бутылки из-под игристого вина, бутылку из-под виски уничтожить, вещи потерпевшие Нукеновой, юбка женская, кожаная, пиджак женский, две рубашки, женские брюки, ботинки кожаные, сумку черного цвета, украшения Нукеновой, часы из металла, желто-серебристого цвета с надписью на циферблате ролик, браслет женский, выполненный из металла, женское кольцо из серебристого металла, цепочку из белого металла, находящийся под сохранной распиской у потерпевшего Амангильды, оставить по принадлежности у Амангильды, сотовый телефон марки iPhone 14, корпус золотистого цвета, поврежденный, передать потерпевшему Амангильде, сотовый телефон марки iPhone 14 Pro, принадлежащий Амангильде, сотовый телефон марки iPhone 13, принадлежащий Ахмединой, находящийся под сохранной распиской, оставить по принадлежности, сотовый телефон марки Samsung A71, принадлежащий Мирбеку, Сотовый телефон марки iPhone 11, принадлежащий Алмагомбетову, оставить по принадлежности Мирбекову Алмагомбетовой.